добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый я отвечаю на ваши вопросы системы отопления дома на сегодняшний день это самое слабое место в отоплении как бы это не звучало но вот на сегодняшний день люди думают так что если не раскидали трубы повесить радиаторы системы отопления у них есть и при том что ладно бы люди думали проектные институты такое вытворяют они делают такое что вообще ну это видео я откладывал много раз когда когда люди жалуются что вот у них там плохие системы отопления но вот реально сегодня мне с человек позвонил помоги разобраться что мне дали когда я открыл я просто в шоке это проект именно проектного института который работает по созданию полностью инженерных сетей дома не буду разбирать канализации водоснабжение электрику это вопросы которые ну как раз легко перестраивается легко меняется за ну за исключением там канализации с всегда плохо а вот система отопления переделать ее это переделать весь дом это вот затраты на систему отопления многие экономят на системе отопления и вынуждены потом переломать всю свою отделку потому что у них не работает и как она будет работать если подменяются понятия если реально те люди которые должны подсказывать человеку как должно быть правильно и как оно должно работать вместо этого просто лепят ну горбатого чтобы не быть голословным я вам покажу на реальных схемах чтобы вы понимали куда надо бежать и что нужно требовать от вот этих вот подрядчиков которые реально ну я не знаю как вы можете с ними потом сотрудничать но за такие схемы нужно требовать десятилетнюю гарантию вот честное слово за хорошие схемы можно и пять лет а вот за такие плохие нужно требовать десятилетнюю и чтобы они 10 лет вместе с вами спали в этих домах которых вы будете просто реально мерзнуть давайте например на ярком примере разберем о чем я говорю чтобы вы понимали насколько серьезно нужно относиться к выбору системы отопления а еще лучше к выбору заказчика вот здесь на плане система отопления первого этажа дома вот если вот это видно это у нас тут даже написано трехмерная система отопления что это у нас это у нас план отопления первого этажа вот она вот она в просто вычерчено а это в трехмерной проекции вот пожалуйста вот она в трехмерной проекции и мы получаем человек боясь там того что он может ну как быть отключен от электроэнергии все заказал гравитационную систему это гравитационная система это та же система естественной циркуляции в чем смысл естественно циркуляции вот она котельная вот она котельная по идее ну тут такой при таком расположении дома делают на два плеча как бы она должна была бы подняться вверх и на два плеча разойтись в эту сторону пар пошла по верху и в эту сторону пошла по верху здесь здесь на вот этих радиаторах она должна была соединиться и вот получается здесь она поднялась вошла в радиатор вышла в обратку пошла второе вы зашла вышла в обратку пошла в третий зашла вышла в обратку сошла ну и там четвертый раз их там четыре тут четыре но ввиду того что здесь вот эта ветка более как говорится нагружена по площади и нужно смотреть еще где тут север где тут юг не просто так смотреть это все так вот если мы делаем естественную циркуляцию то вода по естественным уклонам теплоноситель бежит через радиаторы к котлу все становится правильно что здесь предлагают здесь обычную они взяли ленинградку и назвали ее гравитационной системой это крупнейшая ошибка она не будет работать как гравитационная как естественная циркуляция то что они вот это обошли дверные проемы ну извините это вообще ни о чем не говорит то что у вас радиатор здесь же взял здесь же выбросил в этот в систему это говорит о том что отрегулировать эту систему будет очень даже сложно или практически невозможно человек будет у него вот здесь вот где-то будет тепло вот как она получается идет и туда вот она зашла и пошла ветка подачи вот или ветка подачи вот она пошла а потом ушла и сюда вернулась вот получается здесь она пошла упала и пошла вот она поэтому по у него получается вот только один единственный подъем и опускание все остальное будет лежать в одной плоскости и как это будет получается вот до сюда сюда она приходит я просто сразу не увидел ну вот смотрите пришла на сюда и пошла налево и направо здесь она самая высокая температура потом она уже охлаждается доходит до сюда здесь она должна подняться сделать эту петлю при при естественных уклонах если здесь она вот так шла она бы пошла а при том что опустилась и подняться уже она не поднимется когда у вас нет не будет насос это все прокручивать поэтому при таком раскладе при таком раскладе у вас нету гравитационной нормальной системы двигаться она будет в отсутствие насоса с такими тяжелыми тяжелыми ну можно сказать что еле-еле и только-только в случае вскипания котла он будет пропихивать это это получается котел у вас будет кипеть при условии того что в котле будет два с половиной килограмма килограмма давления у вас будет выход теплоносителя где-то около ста тридцати градусов сто тридцать градусов вы будете вливать сюда в полипропиленовую трубу что вы получите от полипропиленовый трубы поис приста то 130 градусов это будет убийство для вашей полипропиленовой трубы вот сделано до такой степени безграмотно безответственно это вот я не знаю это вообще теплые полы ну по большому счету теплые полы ну как говорится сделаны маленькими такими контурами в принципе с учетом того что чем меньше контура тем как разолуть лучше они обогревают в целом система теплых полов как за большой критики не имеет но вот когда мы входим в котельную вот тут уже начинает возникать вопрос вы ставите твердотопленный котел поставили твердотопленный котел системой полипропиленовых трубопроводов должен соединяться через емкостной гидравлический разделитель где он здесь его здесь нет и в помине ну там о всевозможных трехходовых коронах здесь допустим все правильно схема правильно за исключением того что на обратке конечно тоже должен автоматический воздушный клапан везде на коллекторах на горизонтальных участках должны быть вот она у которой имеют такие высокие кто-то говорит а насос протянет ну протянет или не протянет автоматический воздушный клапан не помешал бы вот и система вот это вот трехходового вот это крана вообще непонятно для чего здесь сделано люди кажется не думая просто влепили его отсюда до чего никто не сможет объяснить вот вас остальное можно где-то согласиться ну за исключением маленький мембранный бак он очень маленький он конечно для такой системы маловато много тут накручена но нету самое главное нету защиты системы от вскипания и сами вы поняли что дальше система отопления работать будет очень плохо некоторые говорят но я же хочу чтобы она работала как естественная циркуляция хотите получить естественную циркуляцию да возьмите вот сто раз всем говорю у вас здесь в глубину на метр сорок уходит что фундаменты на метр сорок уходят и вы не можете здесь сделать захлупление если не хотите под всем домом делать подвальное помещение здесь сделать заглубление и опустить котел ниже уровня чтобы он у вас был естественно ниже и за счет этого бы все это сливалось в него тогда ну теплые полы все равно работать не будут из-за того что у них плоскости а вот радиаторы вполне бы потихонечку работали бы при том что с учетом ямкостного гидравлического разделить и у вас бы не было сильной перегревы системы и было бы нормальная система отопления это вот в если говорить о том какие ошибки именно на поверхности какие еще возникнут при монтаже что тут еще предусмотрено много ли вот потому что во многих случаях даже не везде видны необходимые необходимые отсекающие краны и ну группа безопасности расположена правильно до отсекающих ну здесь сразу видно проектный институт вот по безопасности он тут предусмотрел но вот безопасность системы отопления он не сделал ну что то просто соединено в систему и все газовый так газовый вот это газовый вот это твердо топлива вот вот здесь все равно должен стоять гидравлический разделить потому что вот вот она уйдет подача на дом и соответственно это подача должна идти съемка снова гидравлического разделителя Вот эти вещи нужно обязательно предусматривать Обязательно их учитывать И не думайте, что это я просто нагнетаю обстановку За эти более 30 лет работы У меня огромный опыт вот такого негатива Когда мне приходилось за кем-то переделывать систему отопления Лучше сделайте сразу Пока вот правильно человек обратился Понятное дело, что я ему сейчас вкратце все это опишу Хотя бесполезно Любой сейчас монтажник придет и скажет А тебе дурь насоветовали Я буду делать так, как проектный институт сделал И сделает ему так Потому что он не несет ответственности тогда за схему Несет ответственность проектный институт Ему легче на проектный институт все это будет спихнуть Так что так, не все так просто Хорошо, когда здесь рядом со мной Тут мы можем оказать посильную помощь Именно и в монтаже А если удаленно Ну вот только мои советы Насколько они вам полезны Берите, пользуйтесь И главное, не делайте больших ошибок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!